Всем привет! В этом видео я покажу, как обновить биос на ноутбуке Dell при помощи USB флешки. Перед тем, как приступать к дальнейшим действиям, хочу сразу всех предупредить. Данное видео несет в себе исключительно ознакомительный характер, и я никого не призываю повторять мои действия. Я лишь показываю, как это делается правильно на собственном примере. При обновлении биоса помните о важных правилах безопасности, о которых я уже не раз говорил в своих прошлых видео. А именно, не обновляйте биос, если у вас нет в ноутбуке аккумуляторной батареи, либо если она держит заряд менее чем 30 минут. Не обновляйте биос просто так. Делайте это только тогда, когда это действительно необходимо. Во время обновления биоса ни в коем случае не прерывайте процесс обновления, и дождитесь его полного завершения. И помните, даже если все делать правильно, в очень редких случаях может всегда что-то пойти не так, и вы можете запросто вывести свой ноутбук из строя. Так что обновлять свой биос или нет, это уже решать вам. Итак, приступим. Начнем все с самого начала. Вначале давайте проверим, какая версия биос установлена у меня в данный момент, и стоит ли ее вообще обновлять. Для того, чтобы узнать версию своего биоса, делаем следующее. Нажимаем на клавиатуре две клавиши, win плюс латинская буква r. После чего в данном окне пишем команду msinfo32. Далее нажимаем окей. В открывшемся окне в графе версия биос, можно посмотреть его версию и дату его последнего обновления. В моем случае версия биос 1.25.0 от 5 июля 2023 года. Итак, с этим разобрались, закрываем данное окно. И теперь, чтобы проверить, есть ли более свежая версия биоса для моего ноутбука, я делаю следующее. Перехожу на официальный сайт службы поддержки ноутбука в Dell. Здесь нажимаю поддержка. Открываю драйверы и загружаемые материалы. После чего осуществляется автоматическая идентификация моего ноутбука. Как видно, автоматическая идентификация произошла успешно. Его модель Latitude 5400. Также ниже отобразилась метка его обслуживания. В моем случае метка читается как 7ZVNM13. Если модель ноутбука здесь не отобразилась, то метку обслуживания можно посмотреть на самом ноутбуке Dell. В моем случае метка обслуживания находится на наклейке под основанием ноутбука после слов Service TechSN. И читается так же как на сайте 7ZVNM13. Запоминаем данный сервисный номер и возвращаемся опять на официальный сайт Dell. Далее либо копируем здесь сервисный номер своего ноутбука и вставляем его в поле идентификация продукта. Либо вводим его в этом поле вручную. После чего жмем поиск. Спускаемся чуть ниже. И нажимаем здесь перейти на страницу поиска. Еще спускаемся чуть ниже. И как видно, перед нами стали доступны все официальные драйвера для моего ноутбука Dell Latitude 5400. Нажимаем здесь чуть правее на сервисный номер моего устройства. После чего идем далее. А далее, как видно, первый по списку у меня идет самый важный драйвер обновления для моего ноутбука. А именно, самый свежий драйвер прошивки BIOS от 10 декабря 2023 года. Если напротив него нажать здесь стрелочку, то здесь можно посмотреть его версию. В моем случае его самая свежая версия 1.27.0. Ниже можно ознакомиться с информацией об улучшении и изменениях данной прошивки BIOS. Если нажать здесь более ранние версии, то перед нами отобразится полный список всех прошлых версий BIOS для моего ноутбука. Известно, что в данный момент у меня версия BIOS 1.25.0. А значит я буду обновляться до самой актуальной версии 1.27.0. Для этого закрываем это окно и нажимаем здесь скачать. После того, как свежая прошивка BIOS скачалась, закрываем окно браузера. Открываем проводник. Заходим в папку загрузки. И как видно, скачанный свежий драйвер BIOS с официального сайта Dell у меня расположен здесь. Далее открываем окно этот компьютер. И приступаем к созданию загрузочной флешки со свежим файлом прошивки BIOS. Для этого берем USB флешку размером желательно не более 32 гигабайт. И подключаем ее в USB порт ноутбука. Далее очень важный момент. После того, как подключенная USB флешка отобразилась в проводнике, ее обязательно необходимо отформатировать в формат FAT32. Имейте ввиду, что после форматирования флешки на ней сотрутся все данные. Так что если у вас на флешке имеются важные вам файлы, перенесите их заранее куда-нибудь. Итак, для форматирования флешки в формат 32, жмем по ней правой кнопкой мыши, форматировать. Выбираем здесь файловую систему вместо NTFS FAT32 по умолчанию. Нажимаем начать. ОК. И да. По завершению форматирования нажимаем ОК. После чего закрываем это окно. Итак, флешка у нас отформатирована в формат FAT32 и готова к дальнейшим действиям. Далее делаем следующее. Открываем папку загрузки, копируем свежий драйвер биоса, который мы скачали. Открываем этот компьютер и вставляем скопированный файл биоса в подключенную флешку, которую мы отформатировали в формат FAT32. После того, как драйвер биоса скачался на подключенную USB флешку, приступаем к обновлению биоса. Для этого делаем следующее. Не отключая USB флешку, закрываем окно проводника, нажимаем на кнопку пуск и нажимаем перезагрузка. Во время перезагрузки ноутбука Dell сразу начинаем многократно нажимать на клавиатуре клавишу F12 до появления данного изображения на мониторе. Далее ждем примерно 7 секунд, после чего перед нами автоматически открывается данное меню. В данном списке для того, чтобы загрузиться с подключенной USB флешки и установить с нее свежий драйвер биоса, необходимо здесь выбрать пункт BIOS Flash Update. Выбираем его и нажимаем Enter. После чего перед нами открывается данное окно настройок для обновления биоса с флешки. Здесь нажимаем в правом верхнем углу данного окна на кнопку с троеточием. После чего открывается окно, в котором автоматически определилась моя подключенная флешка с файлом прошивки биоса. Как видно в конце пускового файла прошивки, в моем случае его версия 1.27.0. А значит мы на правильном пути. Если же файл прошивки здесь не отобразился, то попробуйте здесь вместо FS0 проверить другие порты подключения. Такие как FS1, FS2 или FS3. К одному из данных портов может быть подключена загрузочная флешка с файлом прошивки. Итак, думаю с этим вам понятно, идем далее. В моем случае я по умолчанию оставляю здесь FS0 с автоматически отобразившимся файлом прошивки биоса. После чего нажимаю ОК. Далее нажимаю здесь на кнопку Begin Flash Update, то есть начать обновление с флешки. В этом окне знакомимся с предупреждением о том, что во время обновления ни в коем случае нельзя прерывать процесс. И делать это нужно с заряженной исправной аккумуляторной батареей ноутбука, в случае если внезапно отключат электричество. После ознакомления вас еще раз спрашивают, действительно ли вы желаете продолжить процесс. Я нажимаю Да. После чего начинается обновление биоса, которое занимает примерно 5 минут. Пожалуйста, дождитесь полного завершения процесса обновления. По завершению обновления ноутбук должен сам самостоятельно перезагрузиться. В процессе обновления можно наблюдать шкалу синего цвета, которая по мере продвижения обновления увеличивается в процентном соотношении. Вначале происходит загрузка установочного файла с флешки, а затем установка последней версии прошивки биоса. По завершению установки на экране появится мелкая надпись зеленого цвета о том, что обновление биоса успешно завершено. После чего ноутбук автоматически перезагрузится. Далее входим в систему как обычно и только после этого отключаем подключенную USB флешку. Ну а теперь проверяем версию последней прошивки биоса, на которую я обновился. Для этого зажимаем на клавиатуре клавиши win плюс латинская буква r, вводим в этом окне команду msinfo32 и окей. После чего в этом окне видно, что версия прошивки моего биоса стала 1.27.0 от 03 ноября 2023 года. А значит все прошло успешно и у меня сейчас установлена самая свежая прошивка биоса для моей модели ноутбука. Кому было полезным и понравилось данное видео, поддержите его лайком и подпиской на канал, не забыв нажать на колокольчик. До скорых встреч на моем канале и всем пока!